Сдаете квартиру, но не платите налоги? Думаете, что никто не узнает? Зря! И сейчас расскажем почему. Как налоговые выявляют тех, кто сдаёт квартиры в аренду? Самый очевидный способ вложения и приумножения денежных средств для среднестатистического гражданина России это покупка квартиры и её последующая сдача в аренду. Следом возникает столь же очевидная обязанность уплачивать налог с того дохода, который собственник квартиры получает с предоставления её для проживания другим лицам за отдельную плату. Но сколь эта обязанность очевидная, столь же она и нежеланная. Многие арендаторы считают, что заключение договоров аренды на 11 календарных месяцев, которые не обязательно регистрировать в Росреестре, спасут от необходимости уплаты налогов. Но так ли это? Давайте разберёмся. Каким образом налоговая может вычислить тех, кто сдаёт квартиру в аренду? Первое. Вы счастливый обладатель больше одной квартиры. Право, на которую зарегистрировано в Росреестре. В первую очередь проверят сведения, которые вы подавали в налоговую о своих доходах. Если среди них не найдут сведения о доходах с аренды квартиры, то отправят проверять на места. Да. Скорее всего, выбор пойдёт на ту квартиру, в которой вы не зарегистрированы по месту жительства, так как именно она, вероятнее всего, используется не для личного проживания. Но для острастки могут проверить и всю недвижимость. Второе. У вас квартиру снимает юридическое лицо для своего работника. Отличный арендатор. Не притязательный и не обращающий внимания на мелочи. Поздравляем. Вы не просто в зоне риска, а в очень большой зоне риска. И с очень большой вероятностью будете вынуждены объясняться с налоговой по результатам проверки этого самого юридического лица. Отчего вы не задекларировали доходы? Произойдёт это в том случае, если юридическое лицо указывает эти расходы только в налоговой отчётности. И можно выяснить эту информацию, так сказать, на берегу. Но нет никакой гарантии, что даже если изначально ваш арендатор пообещает не подавать указанные сведения в налоговую, что действительно будет именно так. Третье. У вас квартиру или комнату снимает иногородний студент? Снова здорово. Как показала практика в Лугоградской области, довольно эффективным способом вычислить серых арендодателей является выявление иногородних студентов, которые не проживают в общежитиях. Уточняется их фактический адрес, а дальше снова инициируется проверка. Вы пенсионер, у которого квартиру или комнату снимает иногородний студент? Помимо того, что могут попросить уплатить налог на доходы физических лиц, могут ещё и лишить индексации пенсии в связи с наличием у вас дополнительного налога. Четвёртая информация от доброжелателей и злопыхателей. Тут кому что больше нравится. В их число могут входить бывшие арендаторы, бдительные соседи, сотрудники управляющей компании. С первыми всё ясно. Наступили вы им на больную мозоль, попытались увеличить стоимость аренды, упрекнули в несогласованных ночных возлияниях и песнопениях, которые явно не понравятся соседям. Чем отвечают арендаторы? Правильно, шантажом. Вторая и третья категории. Те, с кем бороться бесполезно. Это происходит исключительно из любви к искусству и страсти к поддержанию правопорядка. Тут только один выход. Активно поддерживать хорошие отношения. Попутно распространяя информацию о своих многочисленных дальних родственниках, которых вы пускаете жить к себе домой. С попутным тщательным инструктажом ваших арендаторов, дабы те не скомпрометировали ваше добродушие к ближним. Пятое. Не можем не упомянуть, что самым очевидным свидетельством сдачи вами квартиры и получения дохода является регулярное поступление вам на счет одинаковых денежных сумм от одного и того же лица с комментариями за квартиру. Или подобными. С одной стороны, поводов для беспокойств становится все больше. Но с другой, есть мнение, что ресурсов налоговой для самостоятельной и специальной инициации проверок просто не хватит. Наше мнение следующее. Создание массовой истерии вокруг новости о том, что налоговая всеми правдами и неправдами выявляет тех, кто сдает квартиры в аренду и не платит с этого налоги, происходит не случайно. А для того, чтобы особо боязливые начали задумываться, не декларировать ли все-таки доход. Заплатить налоги и спать спокойно, что называется. Реально стоит опасаться собственной недальновидности в случае с принятием арендной платы в безналичном виде и кляузничества со стороны третьих лиц, а вовсе не подобных налоговых проверок. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин